Итак, сегодня 6 июня, 2012 год. Это Гурзовский парк военного санатория. Мне бы немножко вас обогнать. Вот девчонки мои, красотки мои. Одна моя дочь, а вторая могла быть моей дочей, но не стала. Итак, идем гулять по Гурзову. Банановые деревья, девчонки мои. А, ну-ка теперь узнаем Гурзов по этому памятнику. Левушкин один. И Левушкин второй улыбается мне голливудской улыбкой. Хорошенький такой. Похудел немножко он. Похудел, он был потолще раньше. А, какая красотулечка. И как называется это место? Гурзовский парк. Нет, в смысле вот это вот... Вы это знаете, надо посмотреть. Это дача или что? Сделаю потом. К вам ребенок, вон ребенок к вам. Все. Он уже ваш. Нужна мама, скажи. Нужна мама срочно. Еще одна. Дайте нам двух ребенков, пожалуйста. Да, уехал в Китай. Сказал, никому не давай. Все. А, точно памятник Ленина. Чтобы Ленина не украли. Это все еще гурзовский парк. Это военный санаторий. Ой, я пойду с Лениным фотографироваться. Ему так скучно одному сидеть. Пойду-ка я с ним сейчас. Только аккуратно, он очень горячий мужчина. Ого-го-го, обжечь может? Да. Ладно. Ну вообще, как бы, общее это все Олимпийский центр. Так, мы выходим на набережную. А, то есть, есть два химика? Да. Это одна и та же? Да, они играют и там, и там. И в Южном, и в Одессе. Некоторые ребята там уже играют. Вернее, что это? Здесь стоит милиция. Државная. Добрый день. А можно нас выпустить бесплатно? Выходите, но назад вы к нам не зайдете. А почему? Потому что. А мы перелетим. У нас крылья есть. Умеем. Мы не только летать умеем. Мы умеем кое-что еще. О, живопись. Красиво, красиво. Улочки, грузуха. Люда, как с языком? Русский не забываешь? Нет, нет, нет. Ну, у меня же есть с кем пообщаться. Он совершенствует русский. Да, не забывается. Все прекрасно. А как Дуглас позывал? Лучше всех. С такой женой. Ты что? Он же мне говорит, ты не даешь мне расслабиться. Ты меня это... Я всегда... Что на себе ведешь? Ну да. Такой женой. У него сейчас любимый анекдот. Говорит, знаете, почему русские мужчины все пьют? Потому что они женаты на русских женщинах. У него это любимый анекдот вообще. Ой, какая красота. Божечки мои. Здравствуйте. Я хочу в этот ресторан. Да, Аль, пойдем. Сейчас. Ой, как красиво. Вот это вот Адалары, две скалы в море. Вот там за ними видна Медведь-гора. Ой, какая сражечка. Ой, как пахнет вкусно. Галь, а что здесь? Нет? Там просто красивый вид такой. А, пошли, пошли. Это вот два камня знаменитых. Там всегда снимают какие-нибудь фильмы. По-моему, пираты 20 века тоже там снимали. Если я не ошибаюсь. По-моему, надо ли точно. Какая любая грузовка вообще. Ну, красивейшее место грузов, конечно. Такого очень родного. Там они не нравятся. Ну, они не нравятся. А что ребят на судьбе? Это с учетом этих штормов в зимних? Все это выдержало, но, конечно, он стал поменьше. В прошлом году вообще... А я вижу, что галька насыпная. А насыпана было много-много. В прошлом году была инструкция. Да, очень сильная шторма. Ну, видела... А, вот этот сейф. Мы сюда идем. Ну, он такой приличненький. Вы окрошку будете? Ой, конечно. Ой, окрошку. Сейф. Боже, какое название интересное сейф. Итак, мы будем сейчас в сейфе. Золотко. Только у нас скидка 20%. Здесь? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а китом мы с 1-го. У меня же тема. Какая красотулечка. Какая красотулечка. Сейчас будут ставить на улице столик. На улице прямо? А тут нельзя? Здесь. Ну, пошли. Здравствуйте. А почему не открывают окно? Лучше мы наверх идем. Очень хорошо. Пошли, пошли, пошли. Боже, какая красота. А вот открыто окно. Ой, открыто. Иду наверх. Приятного аппетита. Ух ты. А тут вообще. А можно тут у вас остаться женщина? Хорошо. Спасибо. Все, девочки, я кушаю. Вы уходите. Я стою здесь жить. Какая красота. Пляжики такие узенькие, конечно. Не то, что во Флориде. Там километровые пляжи. Ну, ладно, Алеша. Семки, ты к половине третьего моря. Спасибо, Денисович. Не забудь только девушек. И очень-очень глубокое море. А я потом ее сама буду. Скажешь спасибо. Чем? Начинать. Хорошо? Я Люсик. Все. Ну, давай. Не голодный ты? Не голодный? Классно. Не голодный ты, говорю. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красный? Так. Вот она. Какая красотулечка Гурзубчик. И тыча лежит на горах. Как пахнет черное море? Никакое море так не пахнет. Украинская море так не пахнет. Украинская моря, санаторий Грузовский, ликовальный корпус, лечебный корпус, ревьера, едальня. Едальня – это столовая. Звучит, конечно, не это. Парк, понятно. Спортивная база, Бриз, Гагаринский, Альянс, приемальные отделения, приемное отделение, платановый, чеховский, пушкинский, даже шаляпинский корпус. Вот такой вот шикарный, просто шикарный, расшикарный санаторий военный в Гурзуфе. Это считается все равно Ялта. Это большая Ялта. Мы только что были вот там на пляже в ресторанчике, так вкусно покушали. И теперь поехали моему стоматологу подправлять мои, без того, очень красивые зубы. Все, пока, пока, пока. Забыла сказать, что тут, кстати, у нас тоже куча пальм в Ялте. И даже они вот стоят зимой. Была очень грозная зима в этом году, очень суровая зима была. Было очень холодно три месяца подряд. Ну, два точно. И как-то они выживают. Я не знаю, они всегда их укутывают тряпочками какими-то. Но, тем не менее, пальмы у нас вот такие есть. Вся набережная на Ялте тоже в таких же пальмах. А это чайные розы. Наши знаменитые чайные розы. Запах просто от ладошки. Запах потрясающий. Ах, какая красота. Вот, вот, вся моя. Опять мы подошли к Ленину. Я сегодня сидела у него на коленях. Щелбана ему дала за революцию. Ну, себя сама наказала, потому что он-то лоб у него металлический. Я как-то ждала, щелбана палец себе чуть не отбила. Ну, вот и все. Итак, это все еще парк. Санатория военного. Я просто показываю эти корпуса, потому что корпуса действительно достойны того, чтобы их показать. Это постройка позапрошлого века. До революции. Ну, естественно, сюда вот нацепили металлические эти, закрыли металлическими решетками. Видимо, в целях безопасности. Девчонки мои.